дорогие друзья хотел бы немножко рассказать про историю строительства этого дома стройка осуществлял в 16-17 годах то есть примерно там за год мы полтора с отделкой наверно мы этот дом построили какие работы мы делали на участке то есть на участке принципе ничего не было абсолютно ровный участок мы сделали фундамент стены но это каркасный дом до соответственно кровля полностью фасад остекления инженерной системой и внутренняя отделка то есть можно сказать что этот дом мы полностью под ключ и реализовали что важно отметить что вот общались хозяевам коммунальные услуги то есть электричество и газ дом потребляет в районе 5000 рублей в месяц да ну в среднем на год то есть эта цифра за дом 200 квадратных метров ну как бы она прям минимальная да у меня в квартире коммуналка дороже стоит там порядка семи я плачу сейчас это говорит о том что дом энергоэффективный дом действительно теплый и хозяева тоже это подтверждают да у нас все фундаментальные вещи соблюдены то есть да нигде не просил фундамент не течет крыша да есть мелкие огрехи по отделке потом там отмостки может быть по каким-то недоработкам с точки зрения там дизайна да но вот в то в те года да мы не разрабатывали например супер там дизайн проект чтобы вот не было каких-то лишних может быть коробов что было более такое эргономичное пространство но тем не менее вот в доме есть душа я очень рад что у меня есть возможность записывать этот ролик сегодня да в этом доме хотел поблагодарить хозяев да андрей ольга спасибо большое что пустили в дом рассказать про ваш дом как все обустроили спасибо большое до интервью мы успели пообщаться с андреем хозяином дома да и вот я задал ему таких несколько вопросов на которые вот он дал некоторые ответы и хотел бы озвучить до 1 мой вопрос был заключался в том что когда вы приступили к строительству до сколько у вас процентов бюджета было андрей говорит что я такой человек что все таки если у меня нет бюджета я не затеиваю в итоге практически весь бюджет у него был на строительство дом как оказалось потом да с благоустройством с баней но это уже допы это уже к нашему контракту там не имело отношения до вышло все равно все доработки мебели и все прочее еще столько же но это уже как бы уже было следующие года после строительства нами дома да и мое такое тоже замечание что конечно большую часть бюджета по крайней мере 80 процентов нужно иметь уже как бы как говорится наличных да не где-то там квартира продается чтобы начинать строительство тогда строительство проходит быстро качественно то есть это финансирование влияет на все здесь второй вопрос который задал хозяину как пришли вообще к загородной жизни да то есть вот был ли какой-то такой момент что типа вот все хочу жить за городом или нет здесь история такая что хозяин дома он программист и у него была в общем-то валютная зарплата да и в какой-то момент а вот когда вот пошел курс доллара увеличивается так получилось что вроде как бы за счет вот роста валюты да что сумма на дом есть если говорить вот как пришел человек к этому то он говорит что я всегда всю жизнь там деревне отдыхал каждый год до жил квартире но всегда у меня была мысль вот длиной в жизнь что типа надо бы свой дом надо бы свой дом и вот какой-то вот такой момент пришел и человек понял что все значит пора как говорится да уже начали ходить по компаниям у них видение бюджета своего это что им называют компании срослось как говорится и уже приступили к строительству также что я услышал из общения с владельцами что вот катажный поселочек да это такое комьюнити со многими владельцев хорошие взаимоотношения такие дружеские до такого конечно нету там в квартирах когда мы живем в городе даже в самых хороших там клубных домах малочисленных да здесь все здороваются здесь все друг друге все знают андрей также отметил что вот например в сезон он не покупает овощи фрукты многие приносят как мы сказать друзья да там также вот там козье молоко он сказал что тоже раз там в неделю тоже приносит и то есть здесь я хотел вот это подчеркнуть что это такое некоторое другое состояние вообще до твоего проживания жизни да когда вокруг тебя находится ну ты сам мы сами формируем до окружения но тем не менее до природа загородная жизнь к этому способствует она способствует тому чтобы максимально ты находился в гармонии с самим собой чтобы ты черпал вот эти силы энергию для движения вперед для движения твоей семьи поэтому люди строят загородная дама